Всем привет! Меня зовут Богдан. Я веб-дизайнер. Немножко расскажу о себе. Я занимаюсь веб-дизайном уже 5 лет. И, наверное, все возможные варианты веб-дизайна я попробовал. Я работал в веб-студии, занимались крупными международными проектами интересными. Опыт у меня в этом плане разный. Если мы готовы... Да, да. Только единственный момент. Я не знаю, может быть, только у меня так пропадает звук. Да, звук плохой, то есть то громче, то тише. Нет, так плохо. Еще раз, если вот так попробуем. Да, так вроде лучше. Хорошо, если что, мы будем разбираться. Сегодня достаточно такая объемная тема. И пока здесь там можно разговаривать достаточно долго. Ну, я начинаю еще с два дизайнера, в которых это, кстати, путина, на что это будет достаточно, чтобы понять и не разобраться. Так, давайте мы начнем с композиции. Что же такое композиция? Композиция — это расположение объектов, например, для оптимизма. Для оптимизма для оптимизма. То есть, в порядке легче всего воспринимать информацию, если она оптимизма. То есть, если, например, взять какую-нибудь цель пользователя довести, то можно быстрее, максимально удобно до заказа. И получается, что мы, как дизайнеры, можем это разговаривать. Пользователи, так что, по-моему, мы не ждем легче. Богдан, прошу прощения, что перебиваю. Да, вот в чате пишут, а снова плохо со звуком, сложно вот разобрать. Звук как бы отдаляется. Не очень хорошо. Давайте мы возьмем паузу. Сейчас попробуем еще раз. Окей. Композиция. Еще раз тогда расскажу. Композиция — это расположение объектов и элементов на странице или макете для достижения определенной цели. То есть, человеку всегда легче воспринимать информацию, когда она структурирована. И как раз таки композиция нужна для того, чтобы с помощью взаимодействия и расположения объектов мы смогли правильно расставить акценты и сообщить нужную нам мысль. То есть, если взять пример с, скажем, Яндекс.Такси, наша цель, чтобы пользователь максимально быстро и удобно заказал такси. И фактически мы, как дизайнеры, должны разжевать информацию для пользователей таким образом, чтобы они смогли ее легче воспринять. Окей. И что у нас, с помощью чего мы этого можем достичь? С помощью иерархии и акцентов. То есть, у нас всегда есть более приоритетная информация и менее важная информация. Рассмотрим вот парочку примеров. То есть, вот хороший пример того, что здесь есть соблюдена иерархия и все на своих местах. То есть, есть у нас заголовок, который рассказывает о том, чем занимается компания. Есть ссылки на услуги. Например, у вас второй еще вариант. То есть, здесь мы тоже, сразу мы, заходя на сайт, мы понимаем, чем занимается компания. И у нас здесь соблюдена иерархия. Например, вот этот вариант не очень хороший. То есть, с первого взгляда вроде бы и симпатичный шрифт, и вроде бы как-то современно. Но, тем не менее, у нас заголовок первого уровня, он практически такой же, как подзаголовок. Кнопка у нас не контрастная и, в общем-то, размера практически такого же, как наш заголовок. Окей. И иерархия акцента, акценты сейчас в интернете помогают нам провести пользователя по сайту. То есть, сейчас никто не читает интернет, а все его сканируют. И нам нужно подтолкнуть пользователя к тому, чтобы он сцепился за важную ему информацию. Тогда он останется на сайте. То есть, например, наш мозг, он устроен таким образом, что нам легче осваивать информацию или делать какую-то работу, которую требует от нас минимум энергии. То есть, например, если нам нужно прочитать сложную, объемную методичку в Word-овском файле, мы, скорее всего, профиль закроем это и, наверное, посмотрим какой-нибудь сериал. Давайте посмотрим пример карточки товара из интернет-магазина. То есть, покажу. У нас здесь есть четкие акценты и иерархия. То есть, у нас здесь есть силовая линия, по которой все строится. То есть, мы читаем макет сверху вниз. И здесь у нас есть четкие иерархии. У нас есть заголовок. У нас есть цена. То есть, это второй уровень. И, в общем-то, все остальное можно поделить уже на третий блок. Посмотрим еще один пример. В общем-то, практически то же самое. То есть, одновременно с... У нас есть силовая линия. И она дает четкое понимание, как пользователь должен читать эту страницу. То есть, здесь есть тоже заголовок. И есть цена и вся остальная информация. Все, что нам необходимо. Мы можем посмотреть, например, вот информационный блок. Заголовок нам дает понимание, что компания возвращает 100% от суммы, если клиенту это необходимо. Соответственно, прочитав заголовок, пользователь сразу понимает, о чем здесь речь. И принимает решение, читать этот блок вообще дальше. Или просто ему проскроили дальше. И для тех, кто сомневается в покупке продукта, этот блок может как раз-таки закрыть одно из возражений. Поэтому он остановится и изучит все пункты, которые находятся ниже. Таким образом, используя иерархию, мы экономим время пользователя и даем ему быстро и удобно находить решение своих задач на нашем ресурсе. Рассмотрим еще один пример с классическими преимуществами и иконками. Здесь у нас опять-таки классический заголовок, который дает нам понимание, о чем здесь идет речь. И у нас здесь есть преимущество. И я думаю, что никто из нас в здравом уме не будет читать все вот эти пункты. То есть мы просто сканируем это все взглядом. И если мы цепляемся за что-то, что нам необходимо, то есть что-то в этом продукте нас действительно цепляет, для нас это важно, то мы начинаем уже читать дальше. Сейчас, секунду. Каким же образом мы можем выстроить иерархию? Вообще, есть несколько правил, используя которые, в общем-то, можно легко добиться успеха. Например, это самый главный заголовок на странице или на сайте. Он должен быть всегда один. То есть это главный оффер или карточка товара. Если это, например, если это карточка товара, то должно быть название товара. Его особенность в том, что он на странице не должен повторяться, потому что он является самым главным заголовком, так называемым заголовком H1. То есть это термин из SEO-продвижения. Далее. Страницы делятся на несколько блоков, и у каждого из этих блоков должен быть один заголовок. При этом вот эти заголовки уровня H2, они могут повторяться на странице несколько раз. То есть мы можем подвести небольшой итог, что по иерархии у нас должен быть один заголовок, который не будет больше повторяться на этой странице, имеется в виду вес и размер этого заголовка, то есть он самый весовый. И далее в каждом блоке должен быть всего заголовок, который также не должен повторяться внутри вот этого блока. Но при этом такой блок, он может повторяться не один раз на странице в целом. И рассмотрим правила внешнего и внутреннего. Вообще это основополагающее правило для каждого дизайнера, то есть у каждого объекта есть внутреннее содержимое. И в принципе даже в этом слайде это правило работает. Давайте рассмотрим пример. У нас есть какие-то карточки, внутри которых есть объекты с разным содержимым. И отступы между этими карточками, они больше, чем отступы внутри контента этих карточек. Рассмотрим еще один более наглядный пример. То есть у нас, сейчас покажу. Здесь мы видим, что отступ от заголовка, он больше, чем отступ между пунктами, которые находятся внутри описания. То есть в итоге мы можем сказать о том, что внешние отступы всегда должны быть больше внутренних. И это правило, которое нам необходимо соблюдать, если мы хотим стать хорошими веб-дизайнерами. Хотел привести пример такой с вашей комнатой. То есть чтобы лучше всего понять, можно посмотреть вокруг себя, где мы находимся. Скорее всего, мы находимся в какой-то комнате. И расстояние между комнатами, оно меньше, чем расстояние между квартирами. И расстояние между квартирами, в свою очередь, меньше, чем расстояние между подъездами. И, например, улица, это меньше, чем город. То есть, ну и так можно продолжать бесконечно. Еще один пример. У нас есть слово. И вот посмотрите на этот пример, как вы думаете, все ли здесь смотрится хорошо. Как мне кажется, расстояние между буквами слишком маленькое. И слово смотрится, считается слитно слишком. И его сложнее считывать. И, например, если мы сделаем, то есть дадим воздуха больше, дадим расстояние больше, сразу мы понимаем, сразу это читается намного лучше. Пример с большим объемом текста. Я думаю, что вот сейчас этот текст прочитать невозможно. То есть это такая огромная портянка, где нельзя выделить какие-то смыслы. И что мы можем сделать, например, с таким текстом? Мы можем сделать отступы. То есть мы сделали разрядку, и читать становится гораздо легче, чем ту огромную портянку текста. И вы можете обратить внимание, кстати, что расстояние между параграфами, оно больше, чем расстояние между строками внутри этих параграфов. То есть правило внешнего и внутреннего работает здесь. Рассмотрим еще один наглядный пример для блоков. То есть в этом блоке вроде симпатичный блок, но мы видим, что у нас есть заголовок и подзаголовок, и его подзаголовок куда-то улетел. То есть мы видим, что непонятно, к чему он относится. То есть подзаголовок у нас как раз-таки он должен как бы… Вот у него есть своя квартира, и он должен относиться к своей квартире. И то же самое можно сказать о блоке преимуществ. То есть у нас есть иконка, и это можно сказать, там одна комната, а заголовок преимущества и его описание – это другая комната. А на данный момент просто мы их разделили, эти комнаты. То есть что мы можем сделать, как это должно выглядеть. То есть мы подровняли отступ, и теперь эти ребята находятся вместе, и эти тоже. В общем-то, теперь все у нас смотрится хорошо, и это успех. Как же понять, работает ли правило внутреннего и внешнего внутри вашего проекта или нет? Вообще все ли вы сделали правильно? И существует такое замечательное слово – воздух. Воздух дает нам понять, сработало правило или нет. То есть опять-таки, возвращаясь к комнате, воздуха и пространства в вашей комнате меньше, например, чем на улице. Вот я думаю, что это достаточно было понятно. Давайте мы перейдем дальше к типографике. Типографика – это искусство работы с текстом. И на данный момент вообще 90% информации на сайтах представлено в виде текста. Почему так? Потому что мы устроены таким образом, что мы считываем информацию лучше всего с помощью текста. И, в общем-то, здесь мы сталкиваемся с шрифтами, которые помогают нам прочитать информацию и взять для себя что-то, что нам нужно из текста. Условно можно поделить все шрифты на четыре основные группы. На самом деле их больше, но на данном этапе, я думаю, что этого будет достаточно, потому что это самые используемые группы шрифтов. Разберем первый вариант, первый тип. Шрифты сериф – это шрифты с засечками или по-другому антикло. Здесь я подобрал примеры самых популярных шрифтов, которые используются здесь. Также есть сансериф, шрифты без засечек, гротескные шрифты, либо рубленые шрифты. И, в общем-то, здесь одни из самых популярных шрифтов, которые используются очень часто. И, к слову, шрифты сансериф без засечек, они используются на 90% сайтов, потому что их просто удобно считывать. Рукописные шрифты. Я думаю, что всех вы с ними знакомы, все видели очень много раз. Также есть акцентентные шрифты, которые призваны привлекать к себе внимание. Некоторые из них, в принципе, сделаны только uppercase, то есть капслоком. То есть они сделаны для заголовков и подзаголовков. То есть, если, например, мы даже посмотрим на слайд этой презентации, среди четырех этих пунктов акцидентный шрифт более заметен. Окей, давайте разберемся с основными терминами, которые встречаются в типографике. Кегель. Размер буквы или знака по вертикали. То есть это и высота буквы. И чаще всего мы используем для наборного текста кегель 14 пикселей, 14-18 пикселей. То есть, ну и небольшой совет такой, что мы не используем для проектов кегель ниже 14 пикселей, потому что это просто будет неудобно читать, практически не будет видно. То есть, да, такие шрифты, размеры шрифтов существуют, они применяются там на сайтах, где-то еще, но они скорее информационные. Дальше. Интерлинияж. Интерлинияж – это расстояние между строками текста или межстрочный интервал. Здесь есть момент, что расстояние измеряется от базовой линии шрифта, а не между буквами. И как мы можем определить, какой идеальный сделать интерлинияж? Например, если у вас есть проблемы с этим, и вы используете Figma, но в Figma есть такая настройка авто, и она выставляет практически всегда удачно, и можно ей пользоваться, и вы не ошибетесь. Но чтобы разобраться с этим правилом, существует формула для расчета идеального расстояния между строками. То есть, это 130-170 от размера кегель. То есть, мы берем кегель 14 пикселей, умножаем его на полтора, и у нас получается идеальный отступ между строками текста. Также у нас есть трекинг – это расстояние между символами или межбуквенный интервал. Чаще всего он встречается и хорошо работает на заголовках. Поэтому, наверное, используя наборный текст, лучше этого не делать. Также у нас есть разные начертания шрифтов, и они определяются несколькими параметрами. То есть, вот, например, здесь шрифт Сан-Франциско, и у него есть достаточно много написаний. Но также важно понимать, что не во всех шрифтах есть такое большое количество начертаний. И, например, если мы вернемся к рукописным шрифтам, которые мы смотрели далеко, ну, я бы сказал, что подавляющее большинство рукописных шрифтов, они имеют только одно начертание – regular и все. Выключка текста. Это выравнивание или ориентация текста относительно вертикальной оси. То есть, я думаю, что каждый из нас знаком с этим по графике, в книгах и так далее. На начальных этапах для веб-дизайна я рекомендую использовать выключку всегда по левому краю. Кроме каких-то, может быть, карточек, кнопок. То есть, в 90% случаев это будет самый удачный вариант. И вы не ошибетесь. То есть, а 10% можно использовать на, как раз таки, вот что я сказал, на карточки, кнопки, возможно, какие-то заголовки. И не советую использовать выключку по правому краю, потому что, во-первых, мы привыкли читать слева направо, то есть, нам приходится перескакивать, получается, со строчки взгляду, и это неудобно. То есть, и только опытные дизайнеры знают, как это лучше преподнести. Советы и частые вопросы, которые мне задают, например, вот по длине строки. Каким образом сделать так, чтобы строка читалась удобно, не слишком длинной, не слишком короткой? То есть, есть правило 40-60 символов в одной строке, то есть, это 5-7 слов. И рассмотрим вот три примера. Здесь у нас первые строчки 73 символа, и мы видим, что, на наш взгляд, нам приходится практически вертеть головой для того, чтобы прочитать эту строчку, перейти на следующую, то есть, и достаточно неудобно. Вот второй пример как раз-таки входит в наш диапазон, который рекомендуем, 40-60 символов здесь, их 48. И, в общем-то, я думаю, что здесь сразу явно понятно, что явно удобно читать это. Есть третий вариант, который часто используется в каких-то блоках преимуществ, карточек. В принципе, он тоже имеет право на жизнь, но для большого объема текста нам придется слишком часто переходить на новую строчку, поэтому это не так удобно. Окей, сколько же вообще лучше использовать шрифтов на наших проектах? Конечно, лучше всего обходиться одним шрифтом. То есть, если вы посмотрите на какие-то современные и достаточно известные сайты, далеко не всегда там даже есть два шрифта. То есть, если вы начинающий веб-дизайнер, вам это интересно, я рекомендую всегда обходиться одним шрифтом, максимум двумя. То есть, когда существуют проекты три шрифта, обычно это очень опытный дизайнер, который знает, как их применить между собой. и может возникнуть такой вопрос, что с одним шрифтом может макет стать скучным, однообразным, но я думаю, что мы можем использовать несколько приемов для выделения акцентов на странице. Как мы можем разделять заголовки, например, и наборный текст? У нас есть несколько вариантов, то есть это остров, размер, трекинг, начертания, цвет, дополнительные элементы, uppercase или капслок и шрифт. И рассмотрим примеры, как мы можем с этим работать. Например, отступ. Здесь все наглядно видно, при том, что отступ, он как раз здесь больше, чем размер заголовка, высоты строки заголовка. Это важный момент. Дальше мы можем с помощью просто размера, то есть у нас размер заголовка, он просто больше, чем размер основного текста. Также мы можем с помощью трекинга, как я говорил раньше, мы можем выделить заголовок и немножко его, выделить его композиционно. Еще один вариант, uppercase. То есть это капслок. Достаточно частый прием, то есть используется иногда и другой шрифт, там, например, акцидентный шрифт, и он хорошо выделяет заголовки от основного текста. Также есть начертания, где есть заголовок, и здесь текст основной написан виталик. Еще у нас есть варианты, что мы можем выделять цвет, цветом заголовки, и можем выделять заголовок и текст разными цветами. Не советую с этим заигрываться. Чаще всего основной текст, он является либо черным, либо серым. Но такие варианты есть, и они имеют право на жизнь. Еще у нас есть вариант с дополнительными элементами, какими-то графическими. Я здесь подобрал самые простые, но их может быть достаточно много. То есть здесь мы просто черточки выделили, и сразу мы явно видим, то есть у нас есть заголовок, у нас есть основная информация. И то же самое здесь, мы выделили цвет. Каким образом лучше всего подбирать шрифты для проекта? Это логично, что мы смотрим на проект, к нам приходит какой-то проект, и мы выбираем исходя из тематики проекта. То есть если у нас проект какой-то там завод или юридическая компания, то у нас, естественно, шрифт должен быть серьезный. И если у нас яркий и игривый, то и шрифт будет игривый. То есть, например, какой-нибудь детский сад. И проект соцсети или на основу портала это шрифт всегда для максимально удобного длительного чтения с экрана. То есть это, про то, что мы с вами говорили, это гротескные шрифты. На самом деле 90% проектов имеют нейтральную краску. То есть без ярко выраженных перекосов в ту или иную сторону. и чаще всего вот эти шрифты, список которых вы видите, они используются, например, я использую в своих проектах и их можно смело использовать всегда. То есть эти шрифты, например, гильветика, которая была, по-моему, ей уже несколько, ну, конечно, не сотен, но ей 50 лет точно есть. то есть я просто неустаревающая классика. Есть, а также, конечно же, сайты для подбора шрифтовой пары. Если вам интересно, я могу отправить после вебинара ссылку на сайты для подбора шрифтовой пары, вы не ошибетесь с этим. И также есть ресурсы со шрифтами, я их тоже пришлю. Еще небольшие советы по поводу контраста. Вот мы, например, видим первые четыре кнопки, и мы видим, что здесь хорошо отыгрывает контраст. То есть чем темнее у нас подложка, тем светлее должен быть текст и наоборот. И мы видим, что на втором примере, естественно, ну, это визуально заметно, что недостатусный контраст, и если, например, кнопка будет меньше, то мы вообще не увидим, даже не поймем, что это кнопка. И, например, есть такой блок, здесь у нас есть ям заголовок, у нас есть описание и кнопки. И здесь просто неудачно мы поработали с контрастом, и, в общем-то, весь макет у нас сломался. в общем-то, это все, что я хотел сказать о типографике. Давайте, наверное, мы перейдем на теорию цвета. Теория цвета для веб-дизайна. Понимание этой теории позволяет вам подбирать отличные цвета для будущих проектов, ну, и вообще, на самом деле, это проще, чем кажется. И я покажу несколько основных принципов этой теории, и вы сможете составлять свои палитры. Есть три основных значения любого цвета. Тон, это, по сути, другое название цвета. Также есть насыщенность, это интенсивность или чистота цвета. То есть, другими словами, это цвет либо приглушенный, либо он яркий. И третье, это значение, оно определяет, насколько цвет темный или светлый, то есть, от черного к белому. И у нас существует цветовой круг, и на нем по порядку расположены цвета. Его еще называют цветовой круг икона. И давайте разберемся, как же можно красиво и гармонично сочетать все эти цвета. Для этого есть проверенные годами, в общем-то, и столетиями правилами. Первый. Это монохромия. Самая простая из них. Мы просто выбираем один цвет и создаем из него несколько его вариаций при помощи изменения насыщенности и значения. Преимущество такого способа в том, что он простой и все созданные цвета будут сочетаться друг с другом. И, кстати, компания Google использует именно такой метод для определения цветов текста и многих других элементов у себя. Поэтому можно не стесняться использовать такой вариант. смело. Аналоговая система. Это использование цветов, которые идут один за другим на цветовом круге. Дальше идут комплементарные цвета. То есть мы берем диаметрально противоположные друг другу цвета, например, вот красный и зеленый. и в принципе таких примеров и в природе полно. И чтобы найти необычное решение, можно брать нетиповые цвета. То есть то, что показано справа. То есть мы можем получить крутые необычные сочетания. Далее у нас идет контрастная триада. Контрастная триада, она дает больше контраста и больше цветов, из чего можно выжать гораздо больше результата. классическая триада. Классическая триада, она состоит из цветов, они равно удалены друг от друга на цветовом круге. И обычно это самая яркая комбинация. И я думаю, что чаще всего она приходит первая на ум при создании какой-то палитры. Еще вариант есть прямоугольной формы на цветовом круге. В принципе она крутая тем, что работает только в том случае, когда есть один основной цвет, а три других вспомогательных. В общем-то это все варианты цветовых кругов. В общем-то это все теория. Получается, что на практике вам понадобится некоторое время и несколько ошибок, которых не избежать, чтобы понять, как правильно составлять цветовые палитры для проектов. на первых этапах я советую использовать готовые решения, которые можно найти в сети и немного их изменить под свои задачи. Также советую использовать сайты-помощники в подборе цветовых палитр и ссылки на которые я пришлю сейчас в чат. И так у начинающего веб-дизайнера получится создавать крутые сайты. Моя презентация подошла к концу. Я торопился, смог все выдать за это время. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. После нашего вебинара я пришлю ссылку на сервис, который могут быть полезны. Если ни у кого нет вопросов, это замечательно. Я все рассказал. Я тогда сейчас пришлю ссылку. И благодарю вас за внимание. Спасибо, что уделили время. Надеюсь, еще услышимся. Спасибо большое, Богдан, за вебинар. Этот вебинар будет опубликован в понедельник на YouTube. Я вам также пришлю ссылку. И, возможно, вопросы будут еще там. Так что сможете там еще ответить. Хорошо, спасибо. Да, а у нас сейчас будет второй вебинар. Мы, наверное, начнем. Сейчас немного раньше. Я сейчас напишу спикеру, спрошу, может ли он подключиться. Субтитры сделал DimaTorzok Да, сейчас к нам должен подключиться Владислав. Субтитры сделал DimaTorzok Да, Владислав, если вы готовы, то, в принципе, вы можете расширить презентацию, включать камеру по возможности. И как будете готовы, скажите. Я поставлю вебинар на запись. Ага, а он уже записывается. Всем привет. Да-да-да, сейчас, секундочку, это я предыдущий, значит, не остановила. Продолжение следует...